Но после четвертьвековой заморозки есть возможность того, что я называю временный исторический компромисс. Он будет произведен с большой вероятностью по так называемой Казанской формуле, которая была разработана еще тогда при посреднице Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он был президентом, но однако она не смогла реализоваться, поскольку не хватило политической воли тогда у руководства разных стран, скажем так, для ее реализации. В чем суть этой формулы? Значит, Азербайджан получает пять регионов, районов вокруг Нагорного Карабаха и семи, которые сейчас контролируются Арменией. Получает возможность в том числе переселять туда людей, заселять, ну как они нормально, так сказать, жили, под свою контору. Что получает Армения в ответ на это? Она получает демилитаризацию этих районов, что очень важно, поскольку многие из них находятся между Карабахом и Арменией. Армения получает два пути. Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией, и еще один, другой запасной вариант, ну для того, чтобы не зависеть слишком от одного варианта. Армения получает ведение миротворцев на границу, что является неким, ну не полной гарантией, но одной из гарантий против военного решения проблемы. И Армения получает самое большое, это, значит, разблокирование Армении со стороны Азербайджана, ну по казанской формуле со стороны Турции тоже. Сейчас Турция, возможно, будет играть в свою игру, здесь ситуация чуть сложнее. Но в отношении Азербайджана это точно блокирование прекращается. И начинаются переговоры о, собственно, статусе Нагорного Карабаха, которые, как вы знаете, сейчас практически не ведутся эти переговоры о статусе, а ведутся о других вещах. Значит, вот далее предполагается о том, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха будет решен, а в будущем отодвигается ситуация, пока там изменится, может быть, новое поколение политиков сможет более адекватно принять это. Когда снизится вот эта вот ярость противостояния, снизится взаимная ненависть людей друг к другу, когда люди частично вернутся к своим родным очагам вот в этих пяти районах. Вот эта формула есть, с ней согласны все три председателя Минской группы, главным драйвером ее будет Россия, обе стороны, и Баку и Ереван будут вынуждены пойти на некие компромиссы и уступки. Ну это естественно, не бывает никакого договора без заимных уступок и компромиссов. Им придется серьезно поработать с собственным общественным мнением, потому что сейчас колоссальная общественная патриотическая ажиотация и в Баку, и в Ереване. Там огромные массовые патриотические митинги, запись добровольца и так далее, и так далее. Предстоит президентам Азербайджана Армении доказать своим народам, что это выгодный компромисс, что лучше, чем проливать кровь, что лучше все-таки частично решить очень важные проблемы, и я думаю, что вероятность этого очень велика. В свое время в Казани она была сорвана, поскольку, так сказать, ну, честно говоря, прежде всего Армения, так сказать, была не готова двигаться к какому-либо шагу. Сейчас все-таки Армения больше стимулируется, поскольку ситуация показала в том числе значительно усилившаяся военная мощь Азербайджана и то, что Азербайджан не готов больше, так сказать, это ожидать. Поэтому мы можем ожидать, что все-таки такой компромисс будет найден. И задача супредседателя Минской группы помочь обоим президентам доказать своим народам о том, что такой компромисс возможен, необходим и является благом. Я полагаю, эти переговоры могут начаться буквально через несколько недель после того, как уйдет этот первый ажиотаж. Потому что президенты, поймите, они не могут сейчас выйти, когда там тысячные толпы с флагами машут, так сказать. Они должны подождать, пока все это успокоится, пока телевидение правильно будет показывать ситуацию. Военные действия закончились, ажиотации должны закончиться, и после этого выйдет ситуация. И этот вариант поддерживают как раз президенты Казахстана и Белоруссии тоже. Спасибо. Спасибо, Сергей.